всем привет у нас январь середина лета и вот такое вот чудо сказать что это красота наверное ничего не сказать это просто необыкновенное что-то необыкновенное создание природы честно говоря я первый раз наблюдаю за вот таким вот действием станка пея у меня с прошлого года мне очень хотелось ну как-то я все не знаю не задавалась целью наверное и на одном из шоу один из наших членов клуба продавал парочку станка пей и я спросила мне почему-то хотелось что-то более такое нежное бело-желтая тигрина знаю что очень яркая ну в общем хотелось мне что-то нежного ну и вот он мне сказал что вот это вот должна быть белая с какими-то вкраплениями ну в общем я загуглила название вот такой вот станка пея мемория пол аллен и ждала я больше белых цветов это гибрид тигрина и станка пея и карнута ну и конечно каким же было удивлением когда мои яблочки два дня назад прям налились налились и такой вот лимон на желтый цвет я сфотографировала даже на фоне моей руки конечно огромное такое яблочко было и на следующее утро я открыла мой гринхаус и эти яблочки лопнули наверное не знаю или очень рано утром в общем я не увидел этот весь процесс но к моему удивлению цветы были желтые сегодня второй день как они открылись и они такие красивые я все больше влюбляюсь у меня желтая котлея обалденная я ее просто обожаю и вот сейчас вот это вот станка пея я конечно же загуглила начала искать и мне кажется что у меня это станка пея саката цветы огромные такой запах приятный очень приятный и вот на фоне моей руки вот смотрите цветы просто огромные мне кажется они вот распустились и сегодня второй день я знаю что у нее цветение не долговечная но это конечно это просто какая-то фантастика настолько красивая я очень рада что у меня вот такая вот красотень выдала нам не только всего один цветонос кстати такие псевдобульбочки небольшие у нее я ее не пересаживала как купила так вот она у меня росла я ее посадила поставила вернее в мой new новый гринхаус и его там вот она себе постепенно постепенно росла очень быстро кстати начал ну вот еще месяца нет как мы здесь я снимаю видео и она прямо их надула такие два яблочко здесь вот еще один такой маленький отросточек я даже не знаю что это ну вот я говорю что я первый раз наблюдаю за развитием бутонов бутонов и за цветением станка пее еще раз повторюсь запах очень очень приятный мне очень нравится обалденная ну а тут я такой вот себе небольшой уголочек сделала пока что собрала все мои цветущие орхидеи вот такой вот у меня получился здесь уголочек здесь вот мой любимый бульбофилум трешиай он такой длинный вырастил цветочек в этот раз растет конечно еще цветоносы но пока что один открылся и такой очень очень красивый вертолетик я его обожаю конечно кто со мной давно те знают что я очень очень люблю этот бульбофилум он без запаха если кто-то будет интересоваться а еще один открылся очень кстати тоже на удивление мне потому что у меня этот бульбофилум уже два года наверно в том году он у меня вообще не цвел и вот нарастил он вот такую вот псевдобульбу это же вы когда переехали сюда он начал очень быстро растить два цветоноса здесь было 4 цветочка здесь 3 он вызвал 7 цветочков я такая довольна и такие классные башмачки ну и конечно же качающая губка язычок язычок внутри запах кстати не очень сразу скажу я к чему веду что у меня в этом новом гринхаусе мне кажется что у меня защитная сетка 50 процентов от солнца и у меня настолько быстро начали расти все цветоносы орхидеи начали давать цветоносы которые не цвели я конечно задумалась и я сделаю тоже 50 процентов солнцезащитной на мой маленький гринхаус и уже потом покажу их вместе в общем вот такая вот красотень это кстати не знаю показывала или нет показывала наверно это мой цветонос вырос и долго очень держится ула или лели это или котлея сангуэлоба все потихонечку ответает но энцикли энцикли все держатся и конечно дендрофаленопсис и сейчас расцветают потихонечку красивые нежные ну пока я собирал эту стойку этот дендробиум еще пострадал бедные мои дендрофаленопсис и придется их все пересаживать и так ну а сегодня он еще вывалился наполовину из горшка поэтому поэтому придется уделить им конечно больше внимания это еще один красивый дендрофаленопсис очень красивая такое у него контраст дендробиум он ленг называется скажу кому интересно такое название только первый цветочек открылся ну а из котлей я не успела заснять очень красиво было извините уже что показываю вот такое вот но красивая очень очень красивые были цветы ну вот не успела я их даже и сфотографировать настолько мы здесь заняты ну в общем я думаю что вы меня простите в общем это гибрид тоже натоши аоки предыдущем видео было был один гибрид а это другой называется ncleo stars и stripes да очень красивый был и цветы конечно больше и намного плотнее ну вот их вот поели поэтому у меня такое немножечко цветение это еще один дендрофаленопсис с мой рост ну вот она у меня один из первых и вот так вот он со мной путешествует везде это вы уже все видели все видели видели это полностью распускаются уже цветы ну в общем из вант что цветет пока что распустились наверно с этой начну да это большая красотка очень люблю эту ванду я кстати купила тоже горшочки хочу попересаживать все ванды потому что мои корзинки уже потихонечку потихонечку разваливаются ну в общем это гибрид манда ману воде на ванду сырулия очень красивые такие я не одна не однажды конечно уже показывала ну красавицы куколки бабулька такая в платочки классная кстати много цветов тоже вывода выдала и тут вот маленький еще распустился шинорхис секунде флора классные такие масенькие цветочки тому 3 цветонос если видно но он закручены я его пыталась раскрутить но он как-то не слушается меня в общем хочет быть закрученным так цветочки не очень плотно расположены друг другу но все равно очень красивые конечно я люблю приближать и рассматривать их вблизи надо найти мою увеличительное стекло люблю я все это дело разглядывать рассматривать каждый цветочек в отдельности когда есть время здорово бутончики эти такие шпажки такое маленькое сейчас покажу на фоне руки чтобы понимали маленькое растение ну и вот такие вот 33 цветоносик а кстати на заднем плане я снимала эту энциклю тоже она выше меня ростом и название и и не говорила это название энцикле красились это гибрид гибрид между двумя энциклями очень очень долго держатся цветы конечно и они высоченные 6 цветоносов в этом году тоже одна из первых моих орхидеи моей коллекции поэтому уже конечно такой приличный кустик ну это еще тоже начинают распускаться френч роуз один цветочек всего один я уже говорила что они пострадали зимой мои дендрофаленопсисы но цветение не пропускают хотят свести ну и быстренько покажу вот так вот будут стоять мои два гринхауса ну вот на заднем плане как вы видите это мой старый но настолько маленький здесь кажется как будто какой-то я не знаю ну ну такой маленький я не знаю я так ему радовалась раньше а сейчас просто он какой-то ну по сравнению с этим конечно конечно в этом конечно место очень много но в общем вот так вот они будут стоять два кое-как мы это все дело перенесли и я их черной сеткой обтягиваю постепенно ну в общем быстренько вам могу показать чтобы конечно не затягивать как-нибудь конечно может быть прогуляюсь по всем полочкам ну а пока что тут мои моя коряжка кто-то меня спросил это одна коряжка 1 1 то есть целая я ничего не прикручивала ничего их не совмещала вместе вот такая вот одна целая коряжка ну и в общем вот так вот быстренько вам покажу надо переделывать всю систему водяную здесь потому что в общем порезали мы ее когда перевозили ну и здесь кстати я положила такой специальный это чтобы не прорастали никакие сорняки ну в общем чтобы было чистенько и аккуратненько 1 и 2 ну вот а между ними я решила что моего мужа будет еще одна работа он мне сделает вот такую вот еще одну в общем такой навес будет ну нормальный навес это я сделала потому что он сейчас отсутствует уехал на работу ну в общем я пока что здесь поставила свои все антуриумы ну и в общем такая будет увеличение жилплощади решила что мне мало правда ну слушайте нам место не бывает много ну и в этом сбыли дожди я поэтому себе такую дорожку соорудила и в этом конечно рай я вам хочу сказать здесь обалденная кстати вот я не показала вот такая вот здесь фильтр подключается к воде и просто такой полив обалденный это просто не передать словами я сделаю небольшое видео потому что не хотела поливать и рассказывать ну вот покажу потом в конце видео включу какой здесь такой мелкий мелкий дождик ну и вот так вот я развесила все свои котлеи котлеи с этой стороны здесь морковки вернее вернее здесь вандовые все вандовые с этой стороны висят морковки катасетумы и котлеи конечно я вам хочу сказать обалдеть обалдеть у меня сейчас стоит так вот прям одна котлейка вот другой места всем хватает я конечно думаю что будет наверное когда-то ветер и это все снесется думаю ставить моей коробке не ставить ну пока что вот так вот пока что вот такая вот красотень расцветает еще ну там вот бульбофилумы в уголочке здесь мой такой детский садик наверное переедет ну в общем потихонечку потихонечку там что-то погибло куча лейбочек которые потерялись ну в общем как вы понимаете конечно переезд это дело такое ну а здесь я уже как я рассказывала я здесь собираю все мои всю мою красоту которая будет свести вот так вот набирают бутончики раскрываются и постепенно постепенно конечно это вот буквально распустилось надо убрать их под навес первый раз для меня расцвела это орхидея вы знаете мне ее кажется когда-то дали в подарок я что-то покупала и мне дали совершенно маленькое растение очень-очень маленькое сейчас покажу тенеброза на леопольдиай очень было маленькое растение или знаете что я вспомнила я покупала фласку в общем из фласки это я сама сделала вот такое вот такую картинку это было очень давно наверное одна из моих первых фласок и вот она достигла размера цветения мне очень нравится такая губа необычная она удлиненная очень классная тоже такой цвет как у тенеброзы в общем очень классная и кстати она как-то поделилась начала в две стороны расти в общем будет как два растения классная классная запах приятный тоже ну а это распускается красавица в конопушках это тигрина на каудебек тоже красивая ну вот вы видите да это более малиновая это более фиолетовая очень здорово конечно дождаться я прям не поверила когда увидела бутоны еще и четыре цветочка первый раз очень классно очень очень тут кстати тоже выпускает что-то первый раз даже не знаю ну в общем здорово решила я вот такую вот себе полочку здесь столик впереди всех будет орхидея это кстати лаелия сангуэлоба я тоже ее когда-то из фласки покупала и оставила себе два растения и вот она зацветает есть у меня еще одно растение но то почему-то не хочет расти не хочет свести вернее извините ну вот только-только набирает цветок открывает наверное уже в следующем видео куда-то пропал фокус в общем я решила перезагрузить ну а тут конечно такое стрелки стрелки классно когда выдают цветоносы и моя малышка очень люблю эту котлейку она цветет и цветет всегда цветет радует меня это я вам показала название гибрид так в общем называется она вот так очень маленькие цветочки но очень красивые я снимаю окончание видео уже сегодня 22 число сегодня месяц как мы переехали с месяцем меня ура ура ну и за месяц конечно очень много мы здесь сделали перчатки одевала спасибо большое за заботу ну в общем думаю ладно подробнее уже потом расскажу так быстренько быстренько покажу как я тут обустроилась очень много обрабатывать пришлось тут кстати мой постоянный я муравьев травлю потому что конечно на улице выращивать орхидеи у нас есть свои проблемки Музыка Субтитры сделал DimaTorzok